Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет Спасайка, но с ним я вас познакомлю чуть позже. А пока хочу представить наших сегодняшних героев. Ребята, привет! Привет! Я очень рада нашей новой встрече и хочу рассказать вам, что вы подошли к последнему испытанию. И если вы окажетесь на высоте, то впереди вас ждет еще много интересных встреч. А сейчас вам, наверное, очень интересно, с каким результатом вы и ваши соперники подошли к четвертому дню соревнований. Спасайка нам сейчас покажет турнирную таблицу. Итак, внимание на экран! Ну а нам пора приступать. Выбирать сегодня мы ничего не будем. У нас с вами осталась одна тема – это опасность на природе. Скажите, ребята, а какие опасные природные явления вы знаете и с которыми вам приходилось сталкиваться? Так, с нами случались гроза и молния. Ну, у меня только гроза. Я видел на даче, когда молния ударила там что-то. А я видела просто, она в небе так шарахнула. Нет, я видел, как она прямо ударила. Ну, такой вот. Еще мы знаем ураган, торнадо, воронка, ураган, землетрясение и все. Молодцы, ребята. Это еще могут быть и град, и наводнения. Ну а у нас время переходить к первому испытанию. Для того, чтобы помочь справиться с моими вопросами, я предлагаю посмотреть вам мультфильм. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть. Сто советов, как навредить! Хм, погодка сегодня просто замечательная! В такую погодку лучше всего кушать морковное мороженое! Ой, что это? Друзья, во время грозы не следует прятаться под одиноко стоящими деревьями. Если поблизости нет деревьев, где можно укрыться, вы можете лечь в низменность или канали. Мамочки-курочки, мне страшно! Спокойно! Главное не паниковать! Отключите все свои мобильные телефоны! Класс! Как здорово, что мы знаем правила безопасности! Ммм, маринованная свинина! Ну, сейчас я вам покажу! Чубачом, хоккей с мячом! Это дикие кабаны! При встрече с ними лучше залезть на дерево! Эть, чего там, а? Слышь, Боров, чего-то я не пойму, я только что слышал тут чьи-то разговоры, а сейчас тут никого нет! Ай-ка-хоккей с мячом! смотрите какой замечательный ресторан ягоды обожаю ягоды я дико извиняюсь но не следует есть ягоды в лесу они могут оказаться ядовитыми как и грибы ну ты бобр и зануда пусть я буду и занудой но зато мы все останемся целыми и невредимыми мы заблудились срочно звоните 112 пусть нас ищут если вы заблудились в лесу идти нужно вдоль линии электропередач железной дороги или вдоль реки эта дорога обязательно выведет вас какому-нибудь населенному пункту долго нам еще идти я уже задних лап не чувствую ура деревня я вижу деревню мы спасены спасибо тебе книга твои советы нереально крутые вот видите а вы переживали со знаниями правил безопасности никогда не пропадет чипачом хоккей с мечом красава боров еще одного туриста поймали ребята я надеюсь что мультфильм вы смотрели внимательно и запомнили что бобр говорил своим друзьям если так то вы я думаю готовы ответить на мой первый вопрос да да какие главные правила поведения при грозе на природе напомни их было три нельзя стоять под одиночным деревом нужно спрятать если нету деревьев то нужно спрятаться в канал и надо отключить все мобильные телефоны да и следоваться ну если заблудился то следовать по электриче и по электричеству или по речке не доведут дали ну даже жилище молодцы ребята вы дали полный правильный ответ за который получаете три балла я вас поздравляю но время переходить нашему следующему испытанию из трех вариантов ответа на мой вопрос вам нужно будет выбрать верный и сделать это за максимально короткое время итак внимание вопрос что нужно делать при встрече с дикими животными вариант номер один залезть на дерево вариант номер два вызвать спасателей по номерам телефонов 101 или 112 и вариант номер три это громко кричать и отбиваться палкой 1 1 1 залезть на дерево ну медведь за тобой полезет все же что нужно делать в первую очередь если вы встретили дикое животное и позвони вспоминайте мультик что делали герои мультфильма при встрече с этим не залезли на дерево не кричали что ну чтоб их не подавать сигнал что вариант вариант должен быть один тут только нужно залезть на дерево правильно нужно залезть на дерево и не паниковать за правильный ответ вы зарабатываете два балла ну а нам время переходить к третьему испытанию это загадка за правильный ответ на которую вы можете заработать три балла если же ответите неправильно то один балл я у вас заберу маленькая подсказка эта загадка про небезопасного лесного жителя когда он в клетке то приятен на шкурке много черных пятен он хищный зверь хотя немножко как лев и тигр похож на кошку леопард правильно леопард а время подводить итоги за первое испытание вы заработали 3 балла за второе испытание вы заработали 2 балла и за третье испытание вы также заработали 3 балла считаем сколько получилось 8 правильно 8 и сейчас спасайка внесет этот результат в таблицу скоро увидимся а место встречи остается прежним это ваша страна безопасности люстры бра настольные лампы торшеры уличные фонари встроенная арматура советская 97 а